С громким жужжанием дроны вылетают на трассу. Скорость такая, что поймать взглядом их практически нереально. На каждом есть камера, не глаза спортсменов. Так они видят всю трассу и виртуозно ныряют в ворота. Проносятся от одной фигуры к другой. Как будто бы птица в небе. Летишь и просто думаешь на траектории. Больше всего это развивается реакция и также именно психическая выносливость. Потому что ты предельно сконцентрирован в очках и надо не отвлекаться на сторонние факторы. Мягкие кресла, бодрая музыка – это только со стороны. Кажется, что управлять дроном – пустяшное дело. Концентрация у пилотов колоссальная. Всю гонку тела в напряжении. Легкое дуновение ветра и техника меняют траекторию. От палящего солнца сигнал то и дело пропадает. На долю секунды участники слепнут. И каждое мгновение может стать решающим. Желтый не финишировал? Зеленый финишировал? Да. Время лучшее? 39.16. Синий лучшее время? 36.57. Не все проходит гладко. Дроны не стартуют, на все скорости влетают в препятствия и вылетают из гонки. Есть у спортсменов и свои приметы. Например, пилот Саша заходит на подиум только с правой ноги. Ему 20 и он уже чемпион мира в этом спорте. Титул, конечно, принесла неудача, а регулярные тренировки. Тренироваться в симуляторе, тренировать именно полет на дроне, стараться подобрать нужные компоненты, которые будут комфортны именно самому пилоту, который управляет. Я думаю, это самое важное. Ветер даже сейчас непредсказуемый и на некоторых элементах ты чувствуешь, что дрон летит не так, как он должен. То есть ветер вносит коррективы. Здесь, в Красноярске, проходит шестой этап Всероссийского фестиваля. Пять десятков спортсменов из 15 регионов страны уже прошли трассу в Казани, на Сахалине. Говорят, у нас самая длинная и удобная для соревнований. Гонки на дронах – совсем молодой вид спорта, но быстро набирает обороты. Самый младший у нас 14 лет участник и старший около 45, поэтому все варятся вот в этом одном шоторее участников, обменяются опытом. Это интересно смотреть на это. Профессиональных спортсменов не так много у нас, но уже некоторые прям углубляются в профессиональный спорт. У них есть прям свои даже медики, диетологи, свои тренировки. То есть они полностью пришли на вид спорта. А другие ребята, которые еще, можно сказать, в хобби немножко остались. То есть у всех разные профессии и интересно всеми общаться и видеть их на наших площадках. Чтобы зайти в профессиональный спорт, нужно около 200 тысяч рублей. На хороший аккумулятор, мотор и другие компоненты дрона. Да и для гонки понадобится не один аппарат. Но за этим летающими болидами, уверены пилоты, будущее. И скоро спорт станет таким же популярным, как и Формула-1.